здравствуйте сегодня 4 апреля 2022 года 3 часа 56 минут утра еще ночи 4 утра обычно так 3 56 ночи еще сейчас температура 1 градус мороза я нахожусь возле крыльца своего дома дует со стороны севера слабенький такой ветер небольшой нет и со стороны севера наоборот мне в лицо дует ветер это получается западный ветер дует сейчас правильно расположу смартфон чтобы в него не задавало до заметный такой ветерок дует на небе огромное количество звезд хотя видимость но не такая вот как обычно бывает когда вот зимой морозной ночью идеальная видимость но звезды хорошо видны и светится соседнем селе сейчас я пойду посмотрю так я иду тут на траве и не есть ну на уровне почвы наверно градуса 2 мороза на крыльце где градусник у меня он один градус показывает так светится свет сейчас я гляну светится свет в сторону соседнего села до него километров 10 там что-то горит полыхает даже больше чем 10 километров туда до того места где горит далековато горит может быть даже не в этом селе в соседнем селе полыхает такое вот ну когда пожар он неравномерно горит как от лампочка электрическая а то языке пламени больше или меньше что-то горит там два дня подряд шел дось и ночью был дождь ну так не постоянно с перерывами и сейчас тишина такая необычная вот после этой войны которая громохала и днем и ночью постоянно так непривычно вот если бы не вот это пламя что в соседнем селе ну так по дороге до него километров 10 может быть больше до того места может быть это не в этом селе а там соседнее село дальше еще есть это по направлению от меня в сторону въездов чернигов со стороны северо-востока но это не в самом чернигове а где-то ближе к каком-то селе тут мои коты воюют я им сейчас кашку дал пшеничную свареную на воде соль добавил и добавил топленый вздор на сковородке на большой алюминиевой такой толстостенной советской нарезал мелкими кусочками вздор это внутреннее внутреннее сало так называемое но это что на животе находится среди пленок так дует ветер и слышно как среди веток шум такой возникает так необычно когда не стреляют уже за вот это время с 24 февраля уже привыкание такое возникло к тому что постоянно какая-то техника где-то ездит военная гудит гремит и вот эти выстрелы грохоты постоянные и полеты самолетов но самолеты они не постоянно летали они время от времени летали но вот эти вот выстрелы когда чернигов бомбили и расстреливали и пушками и гаубицами и танками и установками языки зенитно-ракетного огня очень непривычно что сейчас тихо если бы не вот этот ветер который верхушках деревьев шумит тут соседнем дворе есть береза такая старая ей за 50 лет уже хорошо за 50 лет большое дерево и на ней большое колесо мелких веточек и вот она такой шум создает когда через нее ветер продувает вот сейчас ветер чуть-чуть притихи не слышно как шумит и тут мои коты кашку едят я ее вечером сварил прилег отдохнуть и незаметно так уснул и у меня компьютер включенный был на очень маленькой скорости работает интернет через укртелеком через адс л модем но у меня 2 мегабита скорости когда в мирное время здесь все нормально было и по оптоволокну телефонная станция которая в нашем селе находится она была подключена но сейчас это оптоволок но она не работает его в репках эти орки перебили и по оптоволокну у меня тоже в дом вот есть этого оптоволоконного кабеля 100 мегабит я скорость имел но специальный оптический модем и дальше через витую пару от этого модема в компьютер вот сигнала шел так вот сейчас оптоволоконный интернет в моем доме 100 мегабит на не работает только через телефонные провода через местную телефонную станцию и опять же по телефонным проводам окольными путями через какие-то там вот то ли через корюковку то ли там через черс но раньше название такое сновского общем какими-то окольными путями до чернигова связь попадается на этот на эту телефонную станцию и на маленькой скорости помните как в начале мама интернета когда скорость была у модема 2400 знаков в секунду 4800 9600 это считалось очень хорошо у меня модем был фирмы gvc и фирмы зиксель у них скорость была 14 400 это считалось вообще шикарнейшая скорость а потом появился модем который обеспечивал скло скорость 28 800 и поставили прошивку я в москве жил машину прошивку поставил 33 600 скорость он обеспечивал вот вообще шикарный модем я его сохранил потому что я на нем очень много всякой информации получил через телефонные провода доступ к интернету имел сейчас кому-то скажешь что доступ к интернету через телефонные провода так как-то непривычно вот мы сейчас тоже есть доступ в селах к интернету через телефонные провода но не по диалапу то есть дозвон как телефоном звонить надо а постоянное соединение технология уже другая ADSL модем а не тот который был раньше так что слава богу что хоть и такой модем есть потому что можно и почту получить и работает браузер можно видео на маленькой скорости с перерывами посмотреть то есть он скачивает браузер какой то кусочек видео воспроизводит потом снова скачивает потом воспроизводит ну в общем так урывками можно посмотреть почему такая маленькая скорость потому что много пользователей подключилось и те люди у которых до появления в нашем селе оптоволокна пользовались вот этими соединениями через модем это все восстановили платят по 10 гривен в день сейчас доступ стоит то есть получается если я месяц пользуюсь то 300 гривен набегает а если оптоволокном я пользуюсь то 200 гривен за 100 мегабит ну слава богу что хоть на такой скорости есть интернет потому что и телеграмм работает и телеграмм ему там особо ресурсы не нужны то есть ему он как в текстовом режиме как пейджер работает ну можно через него и поговорить и видеоконференцию сделать в смысле с видео но я на такой маленькой скорости видео не передаю и текстовое сообщение написать или там просто поговорить но поговорить не удавалось потому что скорость маловатая так что в основном текстовое сообщение а для текстов передачи текстов на 2400 или какая там скорость фактически получается этого достаточно у котов тут период размножения они тут за кошками бегают мяукают сейчас руку перехвачу а то уже кончики пальцев на морозе подмерзают мороз вот этот вот с ветерком таким незаметным он сказывается так что вот это вот непривычная тишина она поражает я смотрел видео вчера у нас было третье число воскресенье 3 апреля смотрел видео в интернете что там устроили расшисты в Гастомеле и в Ирпении и в Буче и в Ворзеле но это фашисты которые хатынь устроили в Белоруссии во время второй мировой войны великой отечественной войны они просто святые существа по сравнению с тем что устроили вот эти вот российские расшисты вот эти вот орки вот это вот быдло конченное которое расстреливало людей ну просто самый настоящий геноцид вот полпот может быть переплюнул помните в Красные Кхмеры такие были два подростка которые командовали ну я вообще не знаю как они там класться дорвались ну в общем два подростка там лет по 14 по 15 их там в Кампучи и в Камбодже объявили святыми и они там командовали вооруженным этим вот бандитским кодлом таким вот который уничтожало всех людей которые имели хоть школьное образование а если институт и университет так его в первую очередь убивали уничтожали то есть борьба шла со всеми кто был грамотный ну вот ненависть такая у этих подростков была я не знаю или учитель у них был такой жестокий или еще что-то в общем они ненавидели всех кто был грамотный и в Кампучи вот эти Красные Кхмеры уничтожили огромное количество людей которые были грамотными там после этой войны не осталось ну это гражданская война была не осталось ни учителей ни ни врачей ни ученых в общем там повычищали население жесточайшим образом так вот примерно то же самое вот эти расисты которые приперлись из России из Белоруссии на территорию Украины устроили ну чистку не по критерию грамотный неграмотный а по критерию гражданин Украины то есть любого человека начиная там мальчиков хватали там 16 лет ну это не мальчики это уже подростки юноши хватали и до дедушек в возрасте там 65-70 лет связывали скотчем руки и выводили там в какое-то место группой и в затылок расстреливали в общем там массовые расстрелы верпенья были ну страшное дело ну зачем для чего вот спрашивается вот нужно было этих людей расстрелять что они плохого сделали только по критерию того что вот они мужского пола то есть просто настоящий геноцид был украинского народа но это у меня в голове не укладывается вот представьте себе картину если бы китайцы зашли в город какой-нибудь российский и всех мужчин начиная с 16 лет и до пенсионеров там до 65-летних руки за спину скотчем руки обмотали потому что на всех не хватало наручников и вывели куда-нибудь в поле там или на стадион поставили к стенке и каждому подходили сзади из пистолетов в затылок стреляли пулей то есть одно пулевое ранение один выстрел в голову и все и человек готов вот так вот расправились с украинцами потому что они украинцы вот это вот русский мир такой который пришел защищать русскоязычное население в Украине от якобы угнетателей типа там бандеровцы бендеровцы укрофашисты укронацисты нацики и так далее уебки его кончены дебилы пришибленные вот это вам пропаганда так промыла мозги через вот это гебельсовское расистское телевидение через средства массовой информации видеорадио интернет каналов различных форумов социальных сетей интернет сайтов и так далее это вообще полное безумие это кошмар какой-то какие нахрен тут укрофашисты укронацисты где вы это все взяли идиоты долбанутые но самое интересное что вот эти вот военнопленные российские которые в плен попадают они вынуждены признать что никаких укрофашистов и никаких бандеровцев и укронацистов они тут не видели то есть они сами признают что мы стреляем в мирное население мы их убиваем мы разрушаем и больницы и школы и детские сады и жилые дома и все подряд уничтожаем это мы плохие это мы фашисты как вот этот русский заявил пленный вот но это не то что ему там сказали под угрозой убийства что ты скажи так как вот мы тебе сказали и мы запишем это на видео это он сам искренне осознал потому что ну тут против правды как говорится не попрешь вот что такое русский мир это ужас какой-то это Россия это зомбаки самые настоящие вот видели фильм «Властелин колец» и вот этих орков показывали так вот эти вот орки это то же самое что россиянцы вот эти вот граждане России которые смотрят зомбирующие эти ящики зомбоящики телевизоры и верят всему тому бреду который наговаривает с утра до ночи вот этот же дюныш жирненький метр пятьдесят ростом соловьё вот это вот конченное ничтожество с двумя дачками в Италии ну дачки уже арестовали отняли уже всё в Италии он туда не поедет ему визу не дадут и он туда уже в Европу не выйдет а если выйдет то его арестуют и в суд в ГАГу отправят и пожизненное заключение или смертную казнь ему устроят я просто поражаюсь как так можно верить брехне которая вот это вот льётся из каждого телевизора утюга микроволновки а вот это Скобеева Сукобеева мразь конченая стерва сколько она в брехне всякого вранья постоянно воплёскивает в телевизор ну это мерзкая баба и меня поражает то что мужчины ну я понимаю баба бабе поверить всегда в любую ложь чтобы баба не сказала другая баба всегда поверит особенно если сказано это про мужчину будь это тысяча раз неправда любая баба всё равно поверит другой бабе потому что у бабы у каждой бабы вшита в её микросхему в прошивку вот эта вот программка такая что баба бабе верит всегда в любую ложь в любую неправду вот поэтому судья которая рассматривает судебный какой-то спор между мужчиной и женщиной всегда даст предпочтение женщине потому что что судья что царица что принцесса что королева что жена президента что алкашка какая-то что какая-то бабочка ночная с окружной дороги у них у всех одинаковая прошивка сучья бабская солидарность действует поэтому Сокобеева это бабье по России верит слушает эту всю хрень которая Сокобеева придумывает от злоби ненависти от хронической недотраханности и верит всему этому бреду которая эта стерва конченная рассказывает по телевизору про проукрофашистов проукронацистов навеивает вот эту ненависть к соседнему украинскому мирному добропорядочному добрососедскому народу я просто поражаюсь я посмотрел вот эти вот видео ну это вообще полное безумие ну ладно вы там вслепую куда-то бомбите вот как Чернигово постреливали вслепую ставят вокруг Чернигова вот эти установки типа град или смерть или ураган и стреляют по Чернигово и куда там попало туда попало там и какие там жертвы ты их хоть глазами не видишь но тут же падла взяли посвязывали скотчем за спиной у людей руки и потом под угрозой убийства вывели их там в какое-то место ну я там не понял по видео куда их там вывели в общем где-то их там группой отвели причем большое количество и взяли в затылок каждого расстреляли это не то что там вот из пулемета там какого-то строчили а стоит куча мужчин юноши подростков и дедушек и вот каждому сзади подходит и в затылок стреляет это вообще ужас а остальные стоят как вкопанные которых еще не убили надеются что может быть их не убьют и всех положили суки эти расистские фашисты самые настоящие падлы чтобы вы сдохли и чтобы на сковородках воду жарились вечно и испытывали ту боль которую испытали граждане Украины от этой паскудной гребанной войны я слушаю тишину сейчас смартфон мой у него автоматическая регулировка громкости он когда разговариваешь если громко то он уменьшает усиление и когда наоборот молчишь он чтобы шумы не записывать тоже усиление как бы уменьшает и вот эти тихие тихие шумы которые ушами слышишь он не воспроизводит а вот я сейчас прислушиваюсь но только слегка слегка едва заметный шум ветра вот этого слабого который в веточках тонких веточках веточках деревьев продувается вот здесь через дорогу заброшенные дома есть и там сады такие запущенные и тишина полная как необычно когда когда не бомбят не стреляют ни самолеты не летают военные боевые ни вертолетов боевых нет никакая техника не ездит а только коты тут во дворе у меня и мои и чужие прибегают три чужих кота бегают у меня по двору один кассиршик кот которого я вылечил после серьезного ранения в шею собака укусила вырвала огромный кусок кожи и мясо с шеи и кот электрика далековато его двор находится у меня тут крутится постоянно с утра до вечера и такой пестрый кот пришел черно-белый он больше белый чем он черный там черные пятнышки такие есть на нем белый издалека пришел не знаю чей это кот но в общем коты когда ищут кошку они далеко могут уходить на гульки а вот это только коты тут мурлыкают даже еще петухи не кукорекают но потому что 4 часа утра там начало только 5 утра да тишина конечно удивительная дай бог чтобы эта тишина уже была и дальше чтоб наконец-то война в Украине закончилась наступил мир и чтоб эта блядская паскудная гребаная рашка развалилась на сотни свободных независимых отдельных государств типа там Смоленская народная республика Курская народная республика Ленинградская народная республика и пошло поехало и Таганрогская народная республика и Краснодарская народная республика ну Краснодарская народная республика это фактически украинская территория Краснодарский Ставропольский край это Кубань это территория Украины которая была отхвачена от Украины и присоединена К РСФСР А вот эти пропагандоны И вот этот Карлик Пу рассказывает Что Россия, Украина много земли дала Наоборот Украину очень много отобрали Когда Советский Союз образовывался После того как В 17-м году этот еврейский переворот Произошел В Российской империи Да, уже меньше горит в том селе Про которое рассказывал Но все равно свечение есть Что-то там горит Не знаю, там на сток сена это не похоже И на скерду не похоже Наверное какой-то Все-таки или дом деревянный Горит, потому что полыхает в небо Такое неравномерное свечение Луны нет Сейчас луна спрятана Она не освещается Солнцем Но так фаза Луны Сейчас Такая фаза Луны сейчас Что не видно А звезды прекрасно видны Но опять же не идеально Потому что бывает Видимо лучше Есть такая легкая дымка на небе Но звезды очень хорошо видны И огромное количество звезд на небе Куда ни посмотрю Везде звезды В любом направлении Так, это мой черно-белый код Мурзик пришел тут вокруг меня Песни поет Мурлыкает Белые ресницы, белые усы Идем, Мурзик, туда Земля холодная И ней на земле Будем записывать Будем заканчивать запись сообщения Где там кашку покушаешь Хорошая такая Наваристая Настоявшаяся кашка Получилась Мягенькая Она когда постоит Несколько часов в кастрюле Когда она остывает Она такая Как в пяти Получается Ну Упаивается каша Упривает Как говорится Она такая мягкая Нежная становится И кушай И соленый огурчик Помидорчик И эта каша Она Еще косточек сала Туда Или еще мяско Добавить Вообще Замечательно Такая каша Что за уши Не оттянешь Здесь Очень вкусная Пшеница На землях Этого села Вырастает И И картошка Очень вкусная Но это Состав почвы Так влияет На то Что вырастает Вот есть Земли Которые дают Очень вкусную пищу Ну Такой набор Минеральных солей Удачный Что кушаешь И хочется И за уши Не оттянешь Так вот Пшеница Эта Которая Купил Крупу 25 килограммов Шел По 8 гривен За килограмм Тут У местного Фермера Он Пшеницу Собрал И через Крупорушку Ее Раздробил В крупу Ну Такая Хорошая Получилась Крупа Шикарно Я очень рад Что я купил Этот мешочек 25 килограммов Этой крупы Она во первых И дешевле Чем в магазине Больше чем Два раза дешевле И Не сравнить С той крупой Которую я в магазине Раньше покупал Ну В местных магазинах Которая привезена Была Из других мест Ну В общем Разница огромная То есть Душистая Такая Пахучая Ароматная Каша Получается Не удивительно Что ее коты Так с удовольствием Едят Вчера я приготовил С добавкой Вот этого свиного жира Сала этого Ну здорово Вот это внутреннее Внутренний жир Так они с удовольствием Заобещики Уплетают Эту кашку Вот Коты Они войну Не замечают Им В голове Найти кошку Там Шуры-муросней Покрутить Размножиться Вот Наесться От пуза И Залезть в теплый домик Под обогреватель Там Или На обогревателе Сидеть и греться Значит И поспать Там И так далее У них мысли Такие Вот Они не понимают Что война Что где-то стреляют А вот люди Которые Пострадали В этих городах Где Их Постоянно Круглосудочно Обстреливали Рашисты И Где Все снесено С лица земли Это страшное Зрелище Ужас Полный Ну у нас тут Более-менее Успокоилось Не знаю Там из центра села Эти рашисты Выехали или нет Вероятнее Все что выехали Потому что Нет никакого гудения Техники Я вот эти вот Два дня Когда шли дожди Такие довольно сильные Дожди Я в центр села Не ходил Но мне не было Необходимости туда ходить Потому что Деньги у меня закончились Чтобы в магазине Можно было хлеб покупать И На молоко Я не мог уже Деньги потратить Но в общем Наличные деньги закончились На карточке деньги есть А наличные Закончились И я поэтому В центр села Не ходил На ферму Не ходил За молоком Поэтому не знаю Какая там ситуация Но мне кажется Что Техника Это Под дождем Скрытно Так уехала В сторону России Если бы они тут стояли То Было бы свечение В центре села Они там фары Включали Чтобы Видно было Где там Ходить Там и все такое Ну чтобы освещенный Как бы лагерь был Где они стоят И гудела бы техника Они мотор грели бы А так Тишина полнейшая Аж необычно Но вот эта техника Которая Из Киевской И Из Черниговской области Выехала Через пограничный переход Синьковка Ну там где Пограничный переход Три сестры находятся Синьковка Это пограничный переход Они загружаются На железнодорожные составы Вот на эти платформы И Эту технику Вокруг Границы С Украиной Везут В сторону Донецкой Луганской области И там будет Идти дальше Война С целью Захватить Вот эти вот Области целиком В пределах Административных Границ С соседними областями Для того Чтобы расширить Анклавы Вот эти вот Так называемые ДНР ЛНР До размеров Полностью Донецкой И полностью Луганской области Так что там Война будет продолжаться А у нас тут Затихло Ну Мир еще Как бы не наступил Потому что И Минирование Говорят Есть вокруг Чернигово У нас тут Ничего не минировали Хотя Голова села Когда в конце Февраля Месяца К ней Местные жители Пошли К ее двору Как мне рассказывали Я сам туда не ходил Потому что Я занимался там Покупкой картошки Одного человека И на велосипедном Прицепе На велосипедном Прицепе 57 килограммов Картошки Вез К себе домой Так вот По тем рассказам Что до меня дошли Пришли к ее двору Ну В общем Вызвали ее Она Даже в двор Людей не пустила На улицу Вышла И сказала Что таким Перепуганным голосом Что везде Все заминировано Сидите тихо Расходитесь Ничего не будет Сидите тихо Пересрало Нигде тут Ничего у нас Не заминировано Это все Брехня Это баб Нельзя назначать На руководящие должности Потому что Они всего боятся Они обсираются Сразу Пересирают И Перепуганные Такие Придумывают Такого Что на голову Не нацепишь На здоровую Заминировано Везде Все Никто тут Ничего Тут не минировал Тем более Что в конце Феврала Месяца Когда они вошли Никто никакое Минирование Тут нигде Не делал Она набрала Людям Вот такую Голову Села тут Выбрали Ну я тут Только кратенько Сказал Характеристику Этой особи Метр тридцать Роста Высокомерная Заносчивая С высоким Чувством Собственного Величия Само мнение Себе Такая Фифа Нафуфыренная Что Ни пером Ни Описать Ни словом Не сказать Миллион Раз хуже Чем Вот эта Старуха Из сказки Про рыбакую Рыбку Александра Сергеевича Пушкина Такая Пришибленная Тут Руководительница Села Ладно Черт с ней С этой Бабищей Так Смотрю Мои коты На соседнем Заборе Сидят Может быть Даже не мой Кот А чужой Пришел Но в общем Тут коты бегают Глазо светится У меня На голове Фонарик Такой С которым Я езжу На велосипеде Когда из Чернигова Ну Мирное время Когда еще Война не началась Когда возвращаюсь По дороге Такой Велосипедный Фонарь Налобный Довольно Мощный С мощными Аккумуляторами Литиевыми И тут Свет От него Далеко идет Так Буду на этом Сообщении Заканчивать Слава Украине Слава Героям Украины Слава Защитникам Украины И слава Всем здравомыслящим Людям Во всем мире Которые Помогли И помогают Украине Украинскому Украинскому Народу Выстоять В этой Захватнической Войне Рашкиной Федерации Против Свободной Независимой Украины Желаю Вам Сто лет Жизни Огромное Вам спасибо За то Что Вы Мужественно Самоотверженно И с героизмом Защищали Нашу родину Нашу родную Землю Наши города И села Желаю Вам Удачи Благополучия Всего Вам Хорошего До свидания И до следующих Выпусков Моих сообщений До свидания